Здравствуйте! Сегодня у нас урок по ознакомлению с возможностями программы Xara Extreme Pro. И самый лучший способ понять возможности этой программы, что она умеет, что не умеет, это сделать какое-нибудь маленькое задание в этой программе. Сегодня мы нарисуем визитную карточку для какого-нибудь такси. С чего мы начнем? Идем в интернет, находим картиночку по запросу такси, вставляем, просто там копируем, Ctrl-V здесь вставляем, Ctrl-V, копируем Ctrl-C. Вот у нас такое такси, нам надо его преобразовать в векторный формат, чтобы оно не такое было, как размытое на фотографии, а более-менее мультипликационное. Для этого берем инструмент карандаш и начинаем обрисовывать все, что у нас имеет желтый цвет. Не сильно переживаем, если у нас по каким-то причинам мы не попадаем в эти линии очень четко. Главное, чтобы это было быстро, потому что основное достоинство программы Xara это быстрота. Нарисовали. Чтобы нам было возможно прорисовывать дали другие элементы этой машины, нажмем вот на эту кнопку и оно у нас оставит только контур этого такси, чтобы он был лучше виден. Делаем его пожирнее. Вот. И прорисовываем окна. Так. Не важно, что это у нас может быть не точно. Теперь прорисовываем фары таким же макаром. Прорисуем вот такие вот характерные элементики. Главное при работе с этим инструментом карандаш все время наши линии замыкать, потому что иначе они у нас не будут образовывать объекты и будут оставаться только контурами. Как только мы линию замыкаем, она у нас превращается в такой объект, который можно потом уже отдельно, допустим, покрасить. Так. Что еще можно прорисовать? Еще вот такие вот какие-то элементики, двери. Большой. Если у нас неудачно что-то получилось, можно удалить что-то, можно уменьшить. Сделав, воспользовавшись вот этим инструментом выбора, мы выделяем объект и можем его увеличить, уменьшить. Вот. Если мы хотим подправить какой-нибудь контур, то вместо карандаша уже лучше пользоваться вот этим инструментом, который называется редактор формы. Можно выделить сразу все точки и перенести их, допустим, вот так вот. Какие-то точки, которые нам не очень нравятся, как выглядят даже после переноса, можно и удалить. Вот. И сделать потом это с соседними точками. Так. Вот, значит, у нас машина. Получается, закрашиваем этот контур желтый, выделяем его, попав в контур инструментом выбора, выделяем его же оранжевым цветом. Вот у нас примерно такая уже машина получилась. То есть, видно, над чем работать. Опять же, вот этим инструментом убираем ненужные точки, если таковые есть. Вот. Пока она у нас еще хорошо смотрится, потому что под ней подложена фотография. Как только мы фотографию уберем, ну, что-то, конечно, требует доработки. Дорисуем бампер, который мы закрасим в серый цвет. Особой точности здесь тоже не надо. Дорисуем нашу тень, которая, в принципе, и колеса каким-то образом охватывает. Так. И дорисуем нашу решетку. Ну, решетку прорисовать труднее всего, потому что здесь еще много мелких элементов. Но, как вариант, можно ее рисовать и вот так. Вот. И вот здесь не хватает, конечно, обода фар. Поэтому мы опять делаем этот инструмент прозрачным. И нарисуем вот такой вот обод. Нарисуем вот такие вот подфарники. Не страшно, что, опять же, у нас никакой точности нет. Но тот вид работы, которым мы сейчас занимаемся, это особо не повлияет. Для того, чтобы, кстати, убрать контур вот такого вот цветного объекта, достаточно нажать правой кнопкой мыши на вот этот вот квадратик без цвета. Так. Можно даже нарисовать и вот эту дублему. Она у нас тоже оживит как-то наш рисунок. Птица такая. Вот. Значит, еще на что стоит обратить внимание, что вот эта вот часть такси у нас немножко от капота отличается. Поэтому мы на капоте еще нарисуем вот такое вот светлое пятно, которое мы сделаем потом другим цветом. Пока оно у нас будет ярко-желтым. Вот. Значит, теперь порядок объектов. Этот объект мы опять делаем оранжевым. То есть вот этот объект явно лежит не на своем месте. Для того, чтобы его послать назад на один слой, а у нас все здесь имеет слоеную структуру. То есть вот это вот в данном случае самый верхний слой. Это слой намного ниже. Что нам надо сделать? Нам надо нажать клавишу Ctrl-Shift и нажать клавишу B английская. Мы начинаем отсылать этот объект желтый. Вот этот вот наш контур. Не контур, а нашу эту фигуру. Мы начинаем отсылать на задний план. Одно нажатие это на один, так сказать, шаг назад. Вот. Это уже лишнее. То есть возвращаем Ctrl-Shift-F. Вот. И чтобы оно у нас было более что ли стилизованное, и как-то более натуральнее смотрелось, есть здесь вот такое вот значение, которое размывает края этого объекта. Вот. Размыли. Вот. Получаем вот такую вот машину. Ну, конечно, это не идеал, но на наши задачи очень даже... Так. Это мы обменим. Посмотрим, как здесь нарисовано зеркало. Зеркало можно прорисовать... Ой, не зеркало, а лобовое стекло прорисовать отдельно вот таким вот образом. Совсем плохо получилось. Еще раз попытаемся. Тут все зависит от нашего умения. Двигать мышкой. О, вот это уже получше. Ставим его сюда. С этого оранжевого корпуса можно убрать вообще любые линии. Нет, лучше оставить. Это у нас немножко можно подправить. Опять же, вот этим инструментом формы. Это можно подправить. Которых, впрочем, подправлять нужно, наверное, не здесь, а вот здесь. Вытягивать вот эти вот точки. Если они у нас очень плохо получаются, то можно их вообще удалить. Вот так вот. А это... Просто зажав левую кнопку мыши, вот так вот вытянуть посередине. И у нас уже... Как бы... Ой-ой-ой, это лишнее. Вот. Значит, смотрим теперь, как у нас оформлены колеса. Колеса у нас оформлены белыми ободами. Мы для этого рисуем вот такой вот квадратик. Кружочек, пардон. Это же овал. Смещаем его немножко. Делаем ему... Чтобы он точно попал в это колесо. Делаем ему белую границу. Нажав белую... Белый цвет правой кнопкой. Увеличиваем эту границу до пяти. Вот она у нас. И убираем с нее цвет. Так, что у нас получается. Вот. Уже можно ее смело ставить сюда. Вот этот, кстати, элемент тоже желательно. Нам где-нибудь здесь его убрать. И просто отослать на задний план. Чтобы он занимал весь объем. На заднем плане. А не... Как, собственно, и здесь. Вот. И мы его отсылаем назад. Немножко возвращаем вперед. Так, что у нас с задним колесом? В принципе, с задним колесом у нас тоже что-то подобное. Вот такой обод ему можем нарисовать. Чтобы она у нас смотрелась более художественно. Нужно лишние точки поубирать. Так. А саму линию с помощью вот этого инструмента сделать какой-нибудь вот такой формы. Как, собственно, и здесь. Вот. У нас получается совсем другое дело. Так. Что мы имеем дальше с нашей машиной? Значит, мы имеем, что у нее еще вот такая какая-то структура дисков. Мы их можем тоже инструментом карандаш в принципе исполнить. Вот так вот как-то. Главное, опять же, не забывайте замыкать всю нашу работу карандашом. Чтобы она имела форму замкнутого квадрата. Так. Убираем цвет. Оставляем только контур. И смотрим. У нас еще в середине есть вот такой вот элемент, который надо вырезать. Чтобы один объект вырезать из другого, нам надо выделить оба объекта и нажать вот эту кнопку. Вот видите, у нас объект преодолевался уже в такой объект с вырезом. Так. И мы его ставим вовнутрь нашего обода. Ну вот. Уже начинает вырисовываться у нас машина. Пара у нас получились, прямо скажем, очень плохо. Поэтому мы их, наверное, удалим. И вырисуем в виде с помощью вот этого инструмента. Вот. тоже можно вытянуть немножко. Скосить. Одну, вторую. Фара у нас чуть больше должна быть, наверное. Ну вот. Скопировать сюда. Скопировать, вернее, перенести. Сюда. Вот. Собственно, так у нас эта работа и происходит. Здесь для какой-нибудь, что ли, наглядности можно эти фары скопировать, кстати, сюда. Для того, чтобы их сгруппировать и перетаскивать вместе и не по отдельности, нужно нажать правишу Ctrl-G. Английское G, слово групп. Так, переносим их сюда. Немножко их уменьшим, потому что у нас поменьше здесь. Вот так вот. Что здесь еще у нас не учтено? у нас еще здесь не учтен вот этот вот ободок, который тоже желательно сделать. Так, ну вот. Собственно, и все, наверное. Теперь, о чем надо сказать? А, вот эту линию тоже было бы неплохо, конечно, добавить. Черно-белую. Вот. А для того, чтобы совсем у нас все было хорошо, мы нарисуем такие вот шашечки, как в такси, с копированием объекта. Копируется объект, перетаскиваем с зажатой левой кнопкой мыши, не отпуская левую, нажимаем правую. Вот, получается, у нас копируем этот объект еще раз и еще раз. Вот у нас получаются шашечки. Нажимаем Ctrl-G, мы его группируем и повторяем уже объект. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь мы их вот так вот можем объединить в какую-то вместе ленту. Опять же, выделить все, Ctrl-G сгруппировать, покрасить белым цветом и убрать окраску контура. Ну и вот у нас уже получается вот такой вот элемент. А для того, чтобы он у нас был совсем натуральный, можно воспользоваться вот таким инструментом, который его преобразует сюда вот его перенести. Преобразует, так сказать, перспективу на нем, на этом элементе. Не очень, конечно, он получается правдоподобно, но как вариант, как вариант пойдет. Можно добиться более натурального отображения, тем, что мы этот объект опять же несколько раз можем повторить, скопировать и вставить на эту ленту. Есть еще какие-то варианты, но сейчас мы идем по пути наименьшей затраты времени на эту работу. Вот получился у нас такой объект, который мы накидываем, зажав левую кнопку мыши вокруг него вот такой квадрат, все объекты выделены, которые участвуют в формировании этого изображения, нажимаем Ctrl-G, все у нас в группе и теперь его уменьшаем. И вот у нас вполне в таком масштабе получается отличное себе такси. Вот. Это мы удаляем, нажав клавишу Delete, а эту при увеличении масштаба смотрим, ну вот получается вот такая вот машина. То есть теперь нам до окончания собственно работы по визитке всего-то надо нарисовать вот этим инструментом какой-нибудь квадрат, поставить его на задний план Ctrl-B, окрасим его, ну я не знаю, в желтый цвет допустим. Берем контур, вот, возьмем инструмент текст, напишем такси, pardon, такси, увеличим, выделим и можно подобрать какой-нибудь другой шрифт. Вот. У меня шрифтов много, этим можно заниматься целый день подбором шрифтов. Для этого, ну, так, чтобы не занимать много времени, какой-нибудь, ну, давайте вот этот такси, вот. этим же шрифтом мы его вот так вот перенесем, скопируем. Нужно вставить телефон, допустим. 555, 555, 555. Уменьшаем. Для того, чтобы было понятно, что это телефон впереди, нужно поставить вот такой значок. В этом шрифте гелиус, он ничего не обозначает. А вот, если мы выберем другой шрифт, который называется ZAP DEMBATS, то там это преобразуется вот такое вот символ телефона. Вот. Теперь, значит, все те же шашечки такси мы можем выбрав карандаш нарисовать. Раз, два, три, четыре. не получилось, потому что она посчитала это старым контуром. Контуром отменим. Пять, шесть, так. помните, контур-лж. Повторим это несколько раз. объединим, сгруппируем, ставим сюда, чтобы она у нас не была такой большой, но и уменьшим немножко. под размер нашей визитки можно сделать вот такой оборот, который придаст изображению динамику какую-то. Вот. Значит, чтобы немножечко подчеркнуть прототип, сделаем ему на заднем плане вот такое вот солнце. Нажав правильный control рисуем круг. При нажатой клавиши control этот круг у нас будет правильным, то есть не овалом каким-нибудь. Солнышко наше вот это размоем таким вот инструментом. Дошлем его назад и на один раз вперед. Так. Виз компьютер. Продолжение следует...